Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Я очень рада всех приветствовать на сегодняшнем мастер-классе. И мы с вами обсудим две очень важные проблемы лечения диагностику глаукомной оптической нейропатии с позиции красного глаза. Красный глаз – это симптомокомплекс очень многосторонних заболеваний, которые связаны между собой одним единым патагномоничным симптомом – красный глаз. Так почему же все эти заболевания объединили в одну нозологию и как нам с вами диагностировать эти состояния? Потому что всем известно, что очень многозначительные и очень разнообразные проблемы могут проявляться этим симптомом. И поэтому нам с вами, практическим офтальмологам, очень важно понимание того минимального клинического маршрута пациента, того набора диагностических тестов, которые нам необходимы для рутинной клинической практики. Объединение группы заболеваний в понятие красный глаз обосновано, потому что это важный симптом, который может быть первым проявлением той или иной патологии. И от быстроты нашей реакции, от верно принятого решения, зависит, во-первых, это правильная диагностика, а, соответственно, правильно назначенное лечение. Вы видите, очень большой спектр патологий может быть объединен в понятие красный глаз. Это и травматическое поражение, это и острый приступ галукомы, это и эриты, и ридациклиты, конъюнктивиты, и болезнь сухого глаза. И каждый из них характеризуется, во-первых, красным глазом, а во-вторых, комплексом других симптомов, которые нам с вами нужно выявить. Если речь пойдет о травме, то все мы знаем, что от быстроты принятия решения будет зависеть исход заболевания и, соответственно, сохранность глазного яблока. Если речь будет идти об остром приступе галукомы, конечно, время идет на часы. То есть правильная диагностика, правильно назначенный клинический маршрут пациента поможет спасти нам зрительные функции. Если речь идет об воспалениях передней поверхности, о кератите, у нас также очень мало времени, потому что мы должны предотвратить глубокое поражение роговицы и развитие перфорации, которые могут привести к гибели глазного яблока. И то, что касается конъюнктивитов, они тоже входят в симптомокомплекс, который характеризуется красным глазом. И здесь очень важно понять, какой же возбудитель стал причиной этого воспалительного процесса, с чего начать лечение и какой препарат выбора нам поможет в этом лечении воспаления. И здесь, конечно же, пользуясь случаем, хочу напомнить о тех инновациях, которые есть сейчас в Украине и предоставлены нам от брендовых компаний, которые вводят инновационные продукты, помогающие бороться с воспалением конъюнктивальной оболочки. Очень интересным и всем нам известным уже с доказательной клинической базой является препарат на основе афлоксацина «Флоксал». Препарат обладает широким спектром действия. И прежде всего, есть две позиции, о которых мне хотелось бы вам напомнить. Это, во-первых, высокий профиль безопасности, отсутствие побочных эффектов, наличие мазевой формы, потому что, согласитесь, на сегодняшний день у нас практически нет антибактериальных препаратов в мазевой пролонгированной форме, которая нам позволяет удлинить действие и получить лучшую биодоступность действующего вещества. Кроме того, препарат в течение четырех часов удерживается на поверхности в достаточно высокой концентрации, что, опять же, позволяет достичь прекрасного терапевтического эффекта, который по эффективности равнозначен комбинированной терапии цифазолина и табромицина. И, кроме того, действие препарата как на грамм положительные, грамм отрицательные микрофлору и хламидиную микрофлору, которая, опять же, недоступна очень многим антибактериальным средствам. И в этой связи мы помним, что препарат имеет прекрасное накопление как на поверхности слезной жидкости, так и во влаге передней камеры, в стекловидном теле, то есть во всех структурах глаза, которая создает прекрасную терапевтическую концентрацию по отношению к патогенным микроорганизмам. В слезной пленке эффективная концентрация поддерживается более десяти часов. Препарат показан, как на данном слайде, в приведенном клиническом примере при лечении ненатальных конъюнктивитов, вызванных гонококами. И, кроме того, мы знаем, что афлоксацин 0,3% рекомендованный для применения при докрециститах у новорожденных, для профилактики гоноблинареи у новорожденных и показан для лечения широкого спектра конъюнктивитов взрослых, которые вызваны хламидиями, это и трахома, это и хламидийные конъюнктивиты, это и венерические лимфогрануломатозы, то есть здесь препарат зарекомендовал себя с прекрасной терапевтической эффективностью. И, конечно же, при диагностике и лечении красного глаза мы с вами будем сталкиваться с еще одним симптомокомплексом, который также характеризуется красным глазом, это болезнью сухого глаза. И, конечно же, вы найдете очень много клинических исследований, источников, которые будут очень дискуссионны в этом отношении. Так существует ли болезнь сухого глаза или это миф, который выдуман фармакологическими компаниями? Как отличается эта патология у детей и взрослых? И, что немаловажно, как диагностировать и как выработать правильную тактику ведения этих пациентов. И мы с вами подходим к основной теме и цели нашего сегодняшнего мастер-класса. Это диагностика красного глаза применительно к различной патологии. Это те возможности, которые нам дают современные методы исследования для дифференциальной диагностики красного глаза и понимания красных глаз и глаукома. Какие же клинические признаки объединяют целый симптомокомплекс и помогут нам в диагностике этого заболевания? Но прежде всего специфичными являются жалобы на негативную реакцию при закапывании индифферентных капель. Это первое. И второе – это симптомы плохой переносимости ветра, кондиционированного воздуха, дыма. И следующее, к чему мы приходим – это рутинное обследование, которое требует биомикроскопии. Без исследования переднего отрезка глаза нам не обойтись. И этот метод является ключевым и базисным для обследования всех пациентов, которые приходят на наш консультативный прием. Осмотр включает в себя осмотр слезной пленки под микроскопом. Следующее – это осмотр ресниц, положение век, потому что прежде всего нам надо изучить, нет ли трихиаза, мандароза, дистихиаза, каких-либо отложений. Следующее – это изучить переднюю и заднюю поверхность век, изучить положение мебоминых желез, изучить положение слезных точек, слезного канала, изучить конъюнктивальную оболочку, ее бульбарную и торзальную часть, и, конечно же, изучить переднюю поверхность роговицы. Основным симптомом, который будет объединять симптомокомплекс заболеваний, сопряженных с красным глазом, это будет уменьшение или полное отсутствие у краев век слезных менисков. Место слезных менисков заменяет отекшая, побледневшая конъюнктива, которая наползает на свободный край века. И следующее, к чему мы приходим после осмотра с помощью биомикроскопа переднего отрезка глаза, это возможности прокрашивания поверхности, прокрашивания роговой оболочки, прокрашивания конъюнктивы, которые позволят нам оценить те дефекты, которые нам были недоступны при стандартной биомикроскопии. И в этой связи имеется очень широкий спектр возможностей, о которых мы с вами поговорим. Прежде всего, витальное прокрашивание глазной поверхности с помощью 0,1% раствора флюоресцина натрия, который позволяет нам выявить в эпителии роговицы точковые дефекты. Флюоресцин натрия – это краситель, который известен уже на протяжении нескольких веков, известен с начала XIX века и который использовался при прокрашивании поверхности роговой оболочки. Он проникает в поврежденные мембраны, он проникает в те участки, которые являются деэпитализированные, и окрашивая эти участки, мы имеем так называемую точечную эпителиальные дефекты. И в связи с этим, те участки, которые имеют поврежденные клеточные мембраны и визуализируются с помощью этого красителя. Здесь очень важно понимание дозы, потому что если доза будет велика, мы можем с вами получить эффект гашения тех дефектов, которые нам нужны для изучения. Если доза будет слишком низкая, то мы, соответственно, получим эффект разведения. И поэтому макро- и микроинстилляции обязательно нужно учитывать при использовании любых базовых красителей, которые вы будете использовать в своей рутинной практике. На приведенном слайде вы видите наблюдение за конъюнктивальными поражениями после микроинстилляции и после макроинстилляции с применением 0,5% флюоресцина натрия и желтого барьерного фильтра. Вы видите на клиническом примере, в начале-после инстилляции красителя, флюоресцинного роговица, выглядит темной, с очень низкой флюоресценцией, и явного прокрашивания не отмечается, хотя слеза, которая находится на крае век, она флюоресцирует. Через 10 минут после прокрашивания стали видны и более интенсивные зоны, которые демонстрируют нам уже дефекты эпителия, те дефекты, которые говорят о глубине поражения роговой оболочки. То есть через 10 минут после прокрашивания, после вымывания излишнего красителя слезой нам становятся более визуально доступны дефекты. И в связи с этим нам была необходима качественная и количественная оценка тех дефектов, которые нам дают красители. И на этой основе различными офтальмологическими школами были разработаны методы оценки степени прокрашивания того или иного красителя. Так появилась у нас Оксфордская шкала, которая концептуально оценивает количество прокрашивания с использованием логарифмических единиц увеличения числа прокрашенных точек между степенями. Оксфордская шкала оценивает сумму прокрашенных точек на роговице и конъюнктиве. И возрастающее число прокрашенных точек неравномерно распределяется в каждой из зон. Они группируются, объединяются, суммируются, и в результате мы имеем пять степеней, которые оцениваются с помощью Оксфордской шкалы. Следующий метод – это шкала НЕИ, которая также для оценивания количества прокрашенных флюоресцином точек делит уже поверхность бульбарной конъюнктивы на несколько зон. И таким образом мы получаем верхнюю паралимбальную, нижнюю паралимбальную и периферическую зону. И также идет разделение на носовую и височную часть конъюнктивы. И каждая из этих частей делится на эти три зоны. Кроме того, поверхность роговицы с помощью этой шкалы разделяется на пять зон – центральную, верхнюю, назальную, нижнюю и темпоральную. И в каждой из зон оценивают количество отмеченных точек, их суммируют, и максимальный балл по результатам данной шкалы равен 15. Следующая шкала, которая может быть также использована для оценки количественной прокрашенных точек – это шкала Ван Бистерфельда, которая также происходит подразделением каждой из зон на нижнюю и верхнюю темпоральную часть бульбарной конъюнктивы, верхнюю и нижнюю назальную бульбарную конъюнктиву и назальную бульбарную конъюнктиву. И в каждой из этих зон оценивается количество прокрашенных точек, они суммируются, и максимальное количество баллов с использованием данной шкалы равно 18. Кроме того, при оценке с использованием данной шкалы используется краситель розовый бенгальский. Следующая шкала, которую используют для количественной оценки участков измененной роговицы и конъюнктивы – это шкала СИКА, которая оценивает, суммирует на роговицы и конъюнктиве, и максимальное количество прокрашенных точек при этом оценке приравнивается 12. И также оценивается по трехбальной шкале, но, кроме того, нововведением в данной оценке являются дополнительные баллы, которые учитываются при прокрашивании зон слияния и при различных филаментах и наличии нитей в слезе. Следующая возможная шкала, которую также вы можете встретить в клинических исследованиях, для оценки количественно измененных роговицы и конъюнктивы – это шкала Бейлера, которая также использует ту же позицию, это оценка прокрашенных точек роговицы и бульбарной конъюнктивы. Роговица при данном тестировании разделяется на пять зон, и прокрашивание четвертого класса определяется, если отмечается больше 30 прокрашенных точек. И точно так же дополнительные филаменты, нити, они имеют дополнительные баллы при оценке с помощью этой шкалы. На следующем слайде вы видите клинический пример. Пациент, который проведена оценка с использованием Оксфордской шкалы, и мы видим количество прокрашенных участков, около 350, и это соответствует синдрому сухого глаза третьего класса. И оценка того же пациента с помощью шкалы СИКа также соответствует третьей степени, то есть умеренно выраженному синдрому сухого глаза. Следующие возможности, которые используют для оценки степени поражения поверхности, это витальное прокрашивание с помощью бенгальского розового, который используют уже так же несколько веков. Роза бенгальская, она основывается, ее химическая реакция на эффекте связывания химического реагента с ядрами поврежденных клеток. Однако данная химическая реакция из-за того, что образуется соединение свободного кислорода, вызывает клинически значимый эффект, то есть субъективное ощущение жжения. И поэтому этот краситель все меньше уже используется в клинической практике. На следующем слайде вы видите клинический пример возможности прокрашивания с помощью розовой бенгальской. И следующий метод, который также может быть использован для витального прокрашивания, это окрашивание поверхности с помощью лисаминового зеленого, который связывается с поврежденными и лишенными муцинового покрытия клетками дегенеративными и имеет специфическое свечение. Краситель проникает через поврежденные мембраны конъюнктивальных клеток и прокрашивает ядра этих клеток. Однако недостатком данного красителя является его быстрая элиминация с поверхности, то есть прокрашивание длится около 2-3 минут и также может вызывать дополнительные клинически значимые ощущения. И поэтому в клинической практике он также не нашел очень широкого применения. На следующем слайде вы видите клинический пример возможности использования данного красителя и умедленное прокрашивание перилимбальной конъюнктивы, которая характеризует синдром сухого глаза легкой степени. И на следующем слайде вы видите клинический пример пациента с выраженным прокрашиванием бульбарной конъюнктивы, который характерен для синдрома сухого глаза средней степени тяжести. Следующая проба, которая необходима для диагностики всех воспалительных заболеваний передней поверхности глаза, которые сопровождаются симптомом красного глаза, это проба Норна. Проба Норна уже известна в рутино-офтальмологической практике на протяжении более 100 лет. Ее используют с помощью, опять же, красителя флюоресцина натрия 0,1% или 0,2%. При использовании данной методики необходимо использовать щелевую лампу биомикроскоп и кобальтовый фильтр, с помощью которого происходит сканирование роговицы. И измеряют время, которое произошло между последним мигательным движением до появления первого разрыва, первого дефекта в слезной пленке, которая прокрашивается и приобретает патагномоничные черные пятна, которые вы видите на приведенном слайде. Следует помнить, что проба Норна, то есть время разрыва слезной пленки, она имеет разные показатели, которые зависят от возраста пациента. Если речь идет о молодых пациентах, имеется специфичность, о которой мы сегодня еще поговорим. В возрасте от 16 до 35 лет нормальные показатели проба Норна приравниваются 21 секунде и больше. В возрасте 60-80 лет проба Норна уменьшается и нормальные показатели будут соответствовать 11 секундам и больше. И в зависимости уже от изменения градации пробы Норна, также идет корреспондирование с степенью сухого глаза. То, что касается детского возраста, как я говорила, есть свои особенности. А именно, стабильность слезной пленки у детей ниже, чем у взрослых. Она минимальна у детей младшего возрастной группы, то есть около 10 секунд. Затем с возрастом она увеличивается и только к 16-18 годам она достигает уже норм взрослого человека, то есть около 20 секунд. На следующем слайде видео вы видите методику проведения пробы Норна. То есть мы проводим закапывание красителя в конъюнктивальный мешок. Здесь опять же следует помнить о количестве этого красителя, потому что избыток красителя может вызвать симптом гашения. И вы получите заведомо дефекты, которые не будут соответствовать необходимым показателям. Следующее мы включаем кобальтовый фильтр, оцениваем переднюю поверхность и засекаем с помощью секундомера и измеряем время от последнего мигательного движения до появления патахномоничных дефектов слезной пленки. Следующий немаловажный тест, который нам будет необходим для оценки поверхности глаза, степени ее поражения, степени воспаления, это тест липков, который оценивает выраженность параллельной нижнему веку конъюнктивальных складок в своде конъюнктивы. Опять же нам нужен краситель, это может быть 1% раствор флюоресцина натрия. И градация теста липков приведена на следующем слайде. Нулевая стадия – это отсутствуют складки конъюнктивы. Первая стадия или B определяется единичные малые складки. Вторая стадия или C определяется больше двух средних складок. И третья складка или D определяется множественные мелкие складки в своде конъюнктивы. То есть при записи, при обследовании пациента вы пишете тест липков 1+, 2+, 3+, или же вы пишете A, B, C, D. И на следующем видео вы видите клинический пример проведения данного теста. Я считаю, что этот тест очень важен и он не сложен в проведении. И кроме того, все мы должны помнить, что при отсутствии под рукой красителей, вы всегда при рутинном исследовании, при проведении биомикроскопии сможете оценить количество складок в нижнем своде конъюнктивы, их параллельность нижнему веку, количество отек конъюнктивы, нависание, даже без дополнительного прокрашивания. И это поможет вам в вашей рутинной практике определиться, есть у данного пациента поражение, изменение поверхности глаза или они отсутствуют. Следующий немаловажный тест, который нужен нам для диагностики воспаления передней поверхности, это тест Ширмера. И здесь сразу обращаю ваше внимание на тот факт, что тест Ширмера, он есть тест Ширмера 1 и тест Ширмера 2, потому что об этом очень часто забывается и упускается, что немаловажно это их принципиальное различие и их принципиальная оценка, которая нам очень важна для понимания, потому что на ее основе будет затем важно назначение тех или иных препаратов для лечения этого воспаления. Итак, тест Ширмера 1 или ветчина суммарной слезопродукции, которая основана на рефлекторной стимуляции слезопродукции и способности фильтровальной бумаги поглощать слезу, которая попадает в конъюнктивальный мешок. Тест проводится без анестезии, то есть нам необходима, нужна полоска фильтровальной бумаги, которая загибается под углом 45 градусов, закладывается, как на приведенном видео, за нижний свод, обязательно без анестезии, и что немаловажно, вы видите, этот тест проводится при закрытых глазах, потому что это также очень часто допускаемая ошибка. И мы засекаем время 5 минут и определяем величину полоски смоченной фильтровальной бумаги и измеряем ее в миллиметрах. Эти фильтровальные тестовые полосочки, они уже могут быть прокалиброваны, и тогда мы легко определяем величину смачивания. И помним, что в норме за 5 минут должно быть смачиваться больше 15 миллиметров. Мы помним, что тест определяет недостаток образования слезной жидкости, то есть тест нам показывают, у нас есть гипофильтрация или нормофильтрация, то есть избытка, то есть гиперфильтрация с помощью этого теста не определяется. И кроме того, тест определяет, что это количество слезы, которое вырабатывается основной слезной железой. Вот это основные моменты, которые мы не должны забывать. Следующий – это тест Ширмера-2. Чем он отличается от теста Ширмера-1? Ну, во-первых, тем, что это определяет величину основной слезопродукции, основанной на способности фильтровальной бумаги поглощать жидкость, которая секретируется дополнительными слезными железками. То есть тест Ширмера-1 – это основная слезная железа, тест Ширмера-2 – это дополнительные слезные железки, которые находятся или в бульбарной конъюнктиве, или в конъюнктиве век. И следующая позиция – это обязательно использование предварительно анестетика, которая и выключает у нас ту рефлекторную активность основной слезной железы. И затем мы уже с вами, как вы видите на приведенном видео, мы проводим анализ количества слезы, который вырабатывается дополнительными слезными железками. В остальном алгоритм проведения тот же. То есть мы закладываем фильтровальную бумагу за нижнее веко, опять же веки закрыты, и опять же в течение пяти минут мы анализируем количество проведенной слезы. Следующее – это изучение осмолярности. Это тестирование также входит в рутинный метод. Это тестирование входит во все мировые стандарты обследования пациентов для диагностики болезней сухого глаза, для диагностики красного глаза. Потому что с помощью этого теста мы сможем с вами оценить качество слезы. То есть все остальные тесты, вы видите на приведенном слайде, они обладают меньшей предикативной ценностью. То есть 50 на 50 – это значит сопряжение, корреляция между клиническими симптомами и той количественной оценкой, которую мы получаем с помощью тестирования. Только лишь тест с помощью осмолярности, который мы оцениваем с помощью Тирлаба, нам показывает качество слезы. Тест оценивает количество анионов, катионов, других микроэлементов в единице слезы. Кроме того, для анализа осмолярности нам необходимо всего 50 нл слезы. Очень важно при оценке данного теста помнить, что тот пороговый уровень, та норма равняется 310 мм на литр. Кроме того, разница между глазами, то есть асимметрия больше 80 единиц – это также явление ненормы, тоже патология, потому что у пациента могут отсутствовать клинические симптомы, но осмолярность будет изменена, будет ее асимметрия, и это уже будет явление патологии. И градацию в зависимости от стадии по изменениям уровня осмолярности вы видите на приведенном слайде. Следующий протокол, следующий метод, который используют в рутинных стандартах зарубежных экспертов для диагностики воспаления – это определение матриксной металлопротеиназы-9. Ее уровень, а именно повышенный уровень, положительный результат более 40 нанограмм на миллилитр является маркером воспаления, которое уже требует лечения. Следующий, опять же, очень важный тест, о котором необходимо помнить и применять при необходимости в сложных ситуациях для дифференциальной диагностики воспаления – это тест клиренса флюоресцина или индекса слезной функции. В норме длина смачивания равняется больше 3 мм, а флюоресцина окрашивает только лишь одну тестовую полосочку, тогда как смоченная часть увеличивается на второй и третьих полосочках. То есть для градации теста клиренса флюоресцина есть специальный набор тестовых полосок и результаты сравнивают с нормативной шкалой, световой шкалой, которая является нормой. Следующий тест, который также прописан в современных протоколах для диагностики воспаления поверхности – это определение функции слезной железы и определение концентрации лактоферина в слезной железе. Здесь мы помним, что среднее значение – это 1,42 г на литр, которое является нормой. Следующее. Какие же особенности, которые маркеры нам помогут диагностировать изменения у детей? Мы помним, что у детей, как я уже говорила, количество суммарной слезопродукции, особенно в молодом возрасте, они превышают норму, чем у взрослых. То есть количество слезы у детей секретируется больше, чем у взрослых. Рефлекторная слезопродукция в младшей возрастной группе она также превышает, чем у взрослых. Но основная слезопродукция, она снижена, и это коррелирует с возрастом. О чем это говорит? О том, что тест Ширмера-2 у детей будет более патагномоничный и более показан для проведения. Следующее. Болезнь сухого глаза в детском возрасте. Какие ее особенности? Мы с вами должны помнить, что то, что касается глаукомы, были проведены исследования, которые свидетельствуют о том, что болезнь сухого глаза встречается в 73% случаях при врожденной глаукоме. Это связано, во-первых, с теми препаратами, которые закапывают в детском возрасте, и доказано, что если пациенты принимают бета-блокаторы, то болезнь сухого глаза у таких детей будет в 100% случаев. Кроме того, мы знаем, что изменяется морфология глаза при врожденной глаукоме. Это и увеличенный диаметр, и радиус роговицы, что, соответственно, меняет время разрыва слезной пленки и усугубляет процесс и развитие патологии сухого глаза. То, что касается взрослых, исследования показывают, что болезнь сухого глаза при глаукоме встречается почти в 80% случаев. И это зависит от многих причин. И в первую очередь от тех препаратов, которые используют пациенты, и от тех консервантов, которые используются в этих препаратах. То есть основная бедоступность препаратов снижается до ноля при наличии болезни сухого глаза. И это нужно учитывать при назначении терапии. То, что касается сопутствующей патологии, такой как сахарный диабет. Опять же, исследования показывают, что вы видите, практически у каждого пациента с сахарным диабетом, и у взрослого, и у ребенка, будет сопутствующее воспаление передней отрезка глаза. И при этом маркером является и нарушение стабильности слезной пленки, и изменение суммарной и основной слезопродукции, которая является статистически достоверна. То, что касается сопутствующих ревматоидных заболеваний, также немаловажна эта информация, которая нам показывает о том, что у таких пациентов будет воспаление поверхности глаза у каждого второго пациента. Если пациенты используют нестероидные препараты, то это количество заболеваний увеличивается. А если они используют комбинированную и стероидную, и нестероидную терапию, то практически у каждого такого пациента будет воспаление передней поверхности глаза. И оно будет проявляться как снижением суммарной слезопродукции, так и нарушением стабильности слезной пленки. То есть здесь маркерами для тестирования будет и проба Норна, и проба Ширмера 1 и 2. То, что касается контактной коррекции. Видите, у пациентов, которые используют контактные линзы, в детском возрасте синдром сухого глаза встречается у каждого ребенка. И это оценивается и по субъективным, и по объективным симптомам. Кроме того, ксироз глазной поверхности протекает у них в легкой степени. И поэтому мы еще можем не иметь выраженную клиническую картину. Это говорит о том, что необходимость данных тестов, проведение рутинного исследования необходимо у каждого пациента, который использует контактную коррекцию. Болезнь сухого глаза, красный глаз и компьютерный синдром. Исследования показывают, что частота развития болезни поверхности глаза, синдрома сухого глаза у детей с компьютерным синдромом равна 100%. То есть у каждого ребенка, у которого есть компьютерный синдром, есть болезнь сухого глаза. Если у пациента нет компьютерного синдрома, но он часто использует компьютер, болезнь сухого глаза будет почти в 70% случаев. Это говорит о том, что все эти пациенты необходимо диагностировать и необходимо как можно раньше начать лечение для того, чтобы предотвратить развитие грубых ксеротических изменений и других изменений поверхности глаза, которые будут необратимы. Какой же алгоритм более рекомендован для проведения и анализа данной патологии у детей? Как вы видите, суммируя, анализируя те особенности возраста, а на сегодняшний день, к сожалению, первоисточников настановки клинических рекомендаций, которые четко нам бы прописывали разницу между тестами, о которых мы сегодня с вами говорили, у детей и у взрослых, нет. Есть только лишь клинические исследования, которые основываются на небольших группах пациентов, которые нам доказывают рекомендательность тех или иных позиций, которые корреспондируют с теми или иными клиническими результатами. О чем они нам говорят? О том, что, как я уже говорила, у детей более показательный это будет тест Ширмера-2, который нам будет показывать количество слезы, вырабатываемое дополнительными слезными железами, и они будут более специфично меняться в зависимости от возраста. И, кроме того, у детей более показательным будет проба Норна, которая также имеет разницу в разных возрастных группах. И поэтому эти два метода, они будут более диагностически значимы для проведения в детском возрасте. Конечно же, если у нас есть современное оборудование, которое нам поможет провести пробу Норна бесконтактным методом, мы будем в выигрыше. И это будет более благоприятно. И мы пришли к вам с вами к тому, что же будет более необходимо и более правильно при назначении первичной базовой терапии для лечения воспаления поверхности глаза у детей и у взрослых. Как мы знаем, выбор препарата зависит от многих критериев. Это будет первое основываться на этиологии патогенезе заболевания. То есть вся наша диагностика должна нам помочь выявить основные причины, которые у данного пациента привели к данной патологии. И здесь мы с вами должны определиться, что в конкретном случае имеет место. Недостаток выработки слезы и тогда базисная терапия. Это будут базовые средства, первые линии, которые будут восполнять это количество слезы. Или это уже более глубокие изменения патогенеза, нарушения липидной составляющей слезы или других составляющих. Это будет говорить нам о том, что одной базисной терапии нам недостаточно и нужно подключить еще дополнительную специфическую терапию. Конечно же, безопасность, переносимость обязательно бесконсервантная форма, потому что, вы видели, консерванты усугубляют воспаление поверхности и приводят к более выраженным, ксеротическим и другим последствиям, которые усугубляют этот процесс воспаления красных глаз и запускают порочный круг. Поэтому оригинальность, брендовость препарата, бесконсервантная форма будут нам более интересны. Сегодня на рынке Украины есть очень интересный и важный препарат, который уже имеет доказанную базовую терапию артилак-сплеск. В основе его, видите, 0,24% гиалуронат натрия. То есть здесь очень важно понимание этого процента в связи с осмолярностью, с той молекулярной массой, которая вызывает специфическую реакцию и которая нам необходима для пролонгации, для увлажнения поверхности и для соединения с специфическими CD44 рецепторами, которые находятся в конъюнктиве и роговицы, и в клетках конъюнктивы, и которые благоприятствуют взаимодействию гиалуроната натрия с белками цитоскелета и принимают участие в адгезии, в подвижности клетки, то есть в ее распространении. То есть именно от молекулярной массы мы получаем хороший терапевтический эффект. Препарат относится к базовой терапии первого выбора. То есть препарат восполняет количество слезы и он необходим во всех случаях, о которых мы говорили, которые мы выявляем с помощью теста Ширмера-1 и других исследований, которые нам показывают недостаток выработки основной слезной железой. Кроме того, препарат является в бесконсервантной форме и немаловажно, что он может быть использован при ношении контактных линз. Следующий этап, следующая линейка в данной группе препаратов это препараты уже более высокой осмолярности молекулярной массы, как артиллак гипромелоза, который имеет в своем составе гипромелозу, которая имеет поверхностную активность, абсорционную способность, которая снижает поверхностное натяжение и повышает вязкость. То есть гипромелоза, она фиксируется на пороговице, на конъюнктиве и обеспечит более длительное, пролонгированное увлажнение. Она сокращает количество симптомов раздражения, она снижает необходимость в дополнительных мигательных движениях, восполняет дефицит слезной железы и предотвращает симптомы высыхания эпителия. Кроме того, как вы видите, на приведенном раптомизированном исследовании, эффективность действия свидетельствует о значительном увеличении стабильности слезной пленки после однократной инстилляции гипромелоза. И следующий шаг, то есть когда нам необходим уже третий выбор, третьей линии препаратов, то есть при ксеротических изменениях, при грубых дистрофических изменениях роговицы, конъюнктивы, в этой связи нам уже нужны препараты, которые имеют в своем составе дополнительные вещества, такие как декспантенол и такие как основа, гелевая основа, карбомер, которая обеспечивает уже дополнительный клинический эффект, то есть лечение кератопатии, лечение дегенеративных изменений роговицы, поврежденной роговицы, которая имеет репаративный эффект для поддержания и заживления роговицы и конъюнктивы препараты, которые используют после травм, после оперативных вмешательств и после вирусных воспалений и воспалений другой природы для пролонгированного длительного действия. То, что касается глаукомы. Конечно же, мы должны помнить, что прежде всего у глаукомных пациентов, как правило, количество слезы не изменено. У глаукомных пациентов изменено качество слезы, которое и приводит к изменению, к воспалению поверхности глаза. Практически у каждого первого глаукомного пациента есть воспаление в той или иной степени выраженности, которое проявляется в повышении осмолярности, проявляется клинически в симптомах воспаления и, кроме того, проявляется в воспалении и изменениями бомиевых желез, в изменениях век. То есть для глаукомных пациентов лечение должно основываться на диагностике степени воспаления поверхности, потому что воспалительная поверхность, она повышает уровень внутриглазного давления, она снижает биодоступность всех гипотензивных глаукомных препаратов, о чем нужно помнить. Ко мне приходят очень часто пациенты, которые подобрана терапия, и, казалось бы, врач зашел в тупик. Терапия не работает. Красный глаз, выраженное воспаление, что с этим делать? Очень важно помнить, что прежде всего необходимо провести, потратить чуть больше времени, провести диагностику и оценить, с чем у пациента связан его красный глаз. Это аллергия или же это воспалительный процесс поверхности, который проявляется этим симптомокомплексом. Чаще всего это красный глаз, который требует в начале назначения специфической терапии для лечения воспаления век, для стабилизации мейбомиевых желез, для стабилизации слезной пленки, вплоть, как вы видите, иногда до применения цитостатической терапии. И только после этого уже может быть подбор гипотензивной терапии, которая покажет лучший клинический эффект. Необходимо помнить, что подбор терапии крайне важен, поскольку мы при воспалении поверхности получаем не только снижение качества жизни пациента, не только снижение его комплайнса и неупотребление тех препаратов, которые необходимы для глаукомы, а это значит, что идет неминуемая слепота, усугубляются клинические симптомы, снижаются функции пациента. Чаще всего побочные действия связаны именно с побочными действиями препаратов. И именно побочные действия препаратов являются теми факторами, которые приводят к прогрессированию глаукомы. Потому что если мы стабилизируем поверхность, если мы уберем у пациента с глаукомой красный глаз, мы снизим раздражение от тех препаратов, которые он применяет, мы увеличим приверженность назначенной терапии, а это значит, что мы стабилизируем глаукомный процесс и отсрочим неминуемую слепоту. Таким образом, резюмируя сегодняшний мастер-класс, нам необходимо, первое, для диагностики красного глаза, для понимания, с чем связан именно этот красный глаз, который сегодня к нам пришел, на наш рутинный клинический прием у пациента, нам необходимо провести комплекс специфических диагностических мероприятий, которые нам покажут, насколько изменена слезная пленка, насколько изменено количество слезы, насколько изменено качество слезы. И после этого мы с вами сможем оценить уже степень воспаления этой поверхности, а значит, оценить необходимость дальнейшей дополнительной терапии к назначенной специфической противоглаукомной терапии, потому что эта терапия необходима. Ее необходимо назначать до назначения гипотензивных капель, как минимум за 15-20 минут, а потом уже подбирать индивидуальный препарат, желательно препарат первой линии, первого выбора, эффективный гипотензивный препарат, в бесконсервантной форме, которая поможет нам добиться индивидуального целевого давления у пациента, и следующая – это позиция нейропротекторной терапии. Опять же, нейропротекторная терапия необходима всем, без исключения глаукомным пациентам. Она необходима общая, она необходима местная, но местная нейропротекторная терапия не будет работать, если у пациента будет раздражение, если у пациента будет красный глаз, потому что воспаление нивелирует эффект терапии. То есть вы не увидите эффект и будете думать, что это всё миф, никакой нейропротекции не существует. На самом деле у пациента будет просто побочное действие, активное от препаратов, и это снизит его комплайнс. Следующая позиция, которая необходима для мониторирования глаукомных пациентов – это динамическое наблюдение. Это строгий контроль, согласно мировым стандартам, каждые 6-8 месяцев, то есть дважды в год, комплексное противоглаукомное обследование, которое должно включать специфические современные исследования, которые нам покажут, стабилен процесс или нестабилен. То есть оценка зрительных функций, оценка статической периметрии, оценка степени изменений в головке зрительного нерва, проведение ОСИТИ, ЭЧИТИ, АнГИОСИТИ, то есть измерения морфометрических, измерения количественных изменений головки зрительного нерва, оценка качественных изменений головки зрительного нерва и мониторирование уровня внутриглазного давления в динамике. И, конечно же, здесь бесконсервантная форма препаратов, которую мы назначаем глаукомным пациентам, она будет иметь решающее звено, как при назначении гипотензивной терапии препаратов в первой линии, первого выбора, так и назначение терапии, которая необходима для ведения пациентов, для лечения красного глаза. Также преимущество, согласно мировым рекомендациям, отдаётся бесконсервантным формам препаратов. И таким образом мы с вами получим хороший отклик на назначенную нами терапию, а значит получим хороший результат, который будет связан с замедлением глаукомного процесса, с улучшением качества жизни наших пациентов, а значит с отсрочкой их безнадёжной слепоты. Спасибо большое за внимание. Я благодарю вас за участие в нашем мастер-классе. Я желаю всем крепкого здоровья и успехов в вашей нелёгкой работе. Лечение глаукомных пациентов, лечение красного глаза. Спасибо вам.